МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Семерный день стандартизации состоялся круглый стол. Огнеборцы тушили условный пожар в УЗЕ. В Уральске завершились 17-е областные жубановские чтения. Нурсултан Назарбаев встретился с выпускниками Московского государственного института международных отношений. Во встрече приняли участие председатель Сената парламента Касым Жумартукаев, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, ректор МГИМО, член Совета директоров компании ИРГ и министр иностранных дел Казахстана. Нурсултан Назарбаев остановился на вопросе укрепления межгосударственного диалога, а также подчеркнул необходимость привлечения дипломатических кадров к дальнейшей работе Евразийского экономического союза. В свою очередь участники встречи отметили масштабность проводимого в Астане 4-го международного форума выпускников МГИМО и его роль в усилении дипломатических связей между странами. Ранее традиционный форум провели города Баку, Москва и Ереван. Сегодняшнее мероприятие открыл спикер Сената парламента Казахстана Касым Жумартукаев, который тоже является выпускником МГИМО. В общей сложности более 50 молодых людей страны учатся в данном учебном заведении Москвы. Сегодня прошло итоговое заседание комиссии по присуждению государственной премии Республики Казахстан в области науки и техники имени Альфараби 2017 года под председательством государственного секретаря Республики Казахстан Гульшара Абдыхалыковой. Премия присуждается за инновационные идеи и лучшие научные исследования. В этом году всего на соискание премии поступило 24 работы. После предварительного отбора второй этап прошли 11 работ. Премия присуждается один раз в два года. Размер одного денежного вознаграждения лауреата государственной премии в 2017 году составляет 18 миллионов 600 тысяч тенге. Президент Казахстана в своей программной статье «Взгляд в будущее. Модернизация общественного сознания» обозначил, что нам необходимо открытость и восприимчивость к лучшим достижениям. Учёные-инноваторы производства, представители научно-технической интеллигенции вносят значительный вклад в развитие экономики страны, укрепление интеллектуального потенциала нации. Коррекция в шаговой доступности. В Уральске появился свой центр для особенных детей. Это восьмой в Казахстане и самый большой по площади кабинет психолога педагогической коррекции, который открывает благотворительный фонд «Дара» при поддержке фонда «Самрук Казна Траст». В рамках проекта «Разные равные мы за создание инклюзивного общества» ежегодно своевременную и квалифицированную помощь будут получать более 120 детей. Церемония открытия прошла с участием Акима области Алтая Кульгинова и депутата Сената парламента Республики Казахстан Дархана Калитаева. Это первый такой центр в Уральске. В 11 районах области кабинеты психолога педагогической коррекции работают 12 лет и на своем опыте доказали, квалифицированная помощь может изменить жизнь особенных детей. Новый центр открывает еще больше возможностей. Он оснащен современным коррекционно-развивающим и техническим оборудованием. Только в кабинете Монте-Сори 120 предметов. Здесь дети осваивают бытовые навыки. Вот, например, для детей слабовидящих и слепых, да, то есть в жизни, чтобы им пригождалось такое, как закрыть открыть дверь, я не знаю, как там, с бельем где-то, да. Помимо этого, получается, они... Здесь в основном тактильное все оборудование. В центре работает целая команда специалистов, таких как дефектолог, психолог, логопед, сурда и тифлопедагоги. Кабинет релаксации оснащен шумовым и музыкальным оформлением, различными лампами. Еще одна особенность — открытие сразу трех групп кратковременного пребывания. На индивидуальных занятиях дети закрепляют полученные знания. В это время родители могут отлучиться по своим делам. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата у Биржана Кужакова закуплен вертикализатор и адаптивный стульчик, что позволяет им не лежать, а сидеть на занятиях. Центр рассчитан на 120 человек, пока его посещают 62 ребенка. Во-первых, мы подготавливаем детей к школьному обучению. Во-вторых, социализируем детей, раскрываем их возможности. И самое главное, к нам ходят дети, не охваченные образовательными услугами. Это госуслуга, и длительность ее составляет от 90 до 365 дней. Кабинет адаптирован для маломобильной группы. То есть здесь есть широкие дверные проемы, поручни, сигнальные таблицы. Вот 9 центров, открытых в рамках проекта при поддержке Самрук Казана. Более 2000 семей по всему Казахстану могут получать помощь и коррекционные услуги. Мы также ратуем за то, чтобы работали клубы родителей особого ребенка. Это киндер. Киндер сюрприз. Скажи. Скажи киндер. Киндер сюрприз. Маленький Жан приходит в центр два раза в неделю и уже делает первые успехи. Для родителей этот кабинет – настоящее спасение. Помощь оказывается не только детям, но и семьям. Развитие здесь большое очень идет. У меня ребенок стал разговаривать, потому что у меня плохо у него было развитие речи. Он каждый день просится – пойдем, пойдем. То есть это уже о чем-то говорит, что педагоги очень здесь замечательные, с радостью встречаются наших детей. Каждого знает по имени. Нам Уральску очень повезло с таким центром. Я очень благодарна и надеюсь, что наши дети, посещая этот центр, будут развиты и пойдут в школу, как все нормальные дети, в обычную школу. Милосердие и благотворительность, как известно, отражены в духовной модернизации. Новый центр открылся в рамках программы «Рухани Жангру» по инициативе меценатов, которых поддержали на уровне руководства области. Для нас это огромная поддержка. Только по линии «Рухазнатраст» в этом году наш регион получает свыше 500 миллионов тенге. То есть это больше полумиллиарда тенге. Эти средства направлены на улучшение благоустройства областного центра. То есть 7 спортивных площадок, где 3 футбольных поля, 3 хоккейных поля, а также детские игровые площадки. И отдельно хочу отметить при поддержке фонда «Дара» открытие этого центра коррекции для детей с особыми потребностями. 700 квадратных метров были отремонтированы, оборудованы. На следующий год есть уже конкретные договоренности с Акиматом области. Во-первых, мы продолжаем программу по спортивным объектам. В следующий год, я думаю, что при поддержке Акимата области мы пойдем в регион, уже в районы непосредственно. И, соответственно, и вот такие благотворительные вещи. Ну, сейчас уже по ходу сегодня будем обсуждать с Акиматом области и наметим конкретный план. На сегодня в Уральске стоят на учете 2373 ребенка с особыми образовательными потребностями. 847 из них – дети-инвалиды. Открытие центра на 60% снизило очередность на получение коррекционно-реабилитационных услуг. Айгуль Лагашкина, Рустим Ищанов, Нуржан Гемранов, Казахстан, Урал. Современный ритм жизни требует постоянного развития не только от людей, но и от городов. В Уральске реализуется проект Smart City, который направлен на внедрение новых технологий в нашу повседневную жизнь. Сегодня, во Всемирный день стандартизации, состоялся круглый стол под названием «Стандарты» делают города умнее. Соответствовать стандартам – это прежде всего быть качественным и конкурентно способным. Ежегодно в начале октября во всем мире отмечается День стандартизации. Уральск не стал исключением. Круглый стол, посвященный направлению Smart City, собрал представителей разных сфер, которые так или иначе связаны с воплощением в жизнь программы «Умный город». В настоящее время наблюдается урбанизация городов. Это связано с нагрузкой на инфраструктуру города, его коммуникационные службы. И здесь стандартизация является драйвером для внедрения инновационных технологий. И сегодня в Республике Казахстан нормативная база располагает девятию национальными стандартами. Большая работа в направлении Smart City проводится по линии Департамента внутренних дел. Основная задача новых технологий – помогать полицейским наводить порядок на улицах города. На сегодняшний день на территории Уральска работают три интеллектуальных перекрёстка, которые автоматически фиксируют нарушение правил дорожного движения. Установлены 106 камер наружного наблюдения, при помощи которых полицейским удалось раскрыть 71 преступление. По программе «Безопасный двор» уже установлено 246 камер. В этом году в рамках расширения видеосистемы планируется дополнительно установить ещё 100 камер. Наш город одним из первых начал внедрять программу «Умный город», прежде всего в вопросах безопасности. Наша задача – развивать город и делать его удобным для жителей. В ходе «Круглого стола» участники обсудили вопросы, связанные с развитием стандартизации в высокотехнологичных сферах экономики, стимулировании заинтересованных сторон к активному участию в разработке и использовании международных, региональных и национальных стандартов. Даля Насипова, Рустем Ищанов, Ильдар Аюпов, Казахстан-Урал. Оказываемые органами государственных доходов услуги можно получать через Корпорацию правительства для граждан и веб-портал www.egov.kz. В этом направлении ведётся разъяснительная работа среди населения. Сотрудники областного департамента государственных доходов также борются за чистоту своих рядов. Особый акцент делается на системную коррупцию. Об этом журналистам сообщили на брифинге. Услуги, оказываемые на бумажных носителях, снизились в сентябре до 6,7%. Из 48 видов, предоставляемых участникам внешнеторговой и экономической деятельности, 26 можно получить через Госкорпорацию. С начала года посредством правительства для граждан оказано 234 услуги. Информатизация снижает коррупционные риски. Особое внимание Управление внутренней безопасности уделяет профилактике и выявлению коррупционных преступлений. Так, с начала года возбуждено три уголовных дела по взяточничеству и злоупотреблению должностными полномочиями. По одному из них проходит теперь уже бывший сотрудники таможенного поста «Энергетический». При оформлении 40 таможенных деклараций на экспорт совершили злоупотребление должностными полномочиями пользу ТО «Жайкомплекс». Путем невзимания обязательно таможенных пошлин, в результате чего государству причинили материальный ущерб на сумму более 1,5 млрд тенге. В настоящее время также данное уголовное дело находится на стадии рассмотрения. Наряду с этим сотрудниками Управления внутренней безопасности на еженедельной основе проводится мониторинг увеселительных заведений города Уральска на предмет выявления нарушений Этического кодекса Государственных служащих Республик Казахстан должностными лицами Департамента госдоходов по Западной Казахстанской области. Вторым пилотом в самолете Ан-28, который разбился под Алматы вечером 3 октября, был Евгений Кутафин из Уральска. Только в сентябре он отметил свое 30-летие. Мужчина профессионально занимался парашютным спортом. В качестве помощи его семье коллеги авиашколы, сотрудники областного управления физической культуры и спорта, поликлиник и коллективы спортивных школ перечислили однодневную заработную плату. В 15 лет Евгений поступает в областную авиационную спортивную школу. Даже в свои 30 лет он не переставал заниматься, а лишь нарабатывал свои навыки. По словам тренера, он был талантливым спортсменом, активно участвовал в различных соревнованиях, представляя свою область. Кандидат в мастера спорта. Он внес огромный вклад в развитие авиационной школы и стоял у истоков его открытия. Отец Евгения, Виталий Кутафин, работает инструктором в этой школе. Он и оказал сильное влияние на становление карьеры сына. За всё время Евгений совершил 920 прыжков с парашютом, многократный призёр международных и республиканских соревнований. После он учился в авиационной академии. Сейчас у погибшего остались родители супруга и двухлетний ребёнок. В качестве помощи его семье коллеги из авиационной школы, а также коллектива областного управления спорта и спортивных школ перечислили свою однодневную заработную плату. Не остались в стороне и коллеги-супруги. Бог дал ему талант. Мне кажется, это присуще, я давно знаю, его семью, присущую от его отца. Я был, не могу сказать слово, был его тренером. В этом году, в июле, чемпионат Республики Росстан, вооружённых сил Республики Росстан, в составе команды не заняли третье призовое место в групповых прыжках на точность приземления. Очень жаль, совсем немножко не хватило ему сантиметров до того, чтобы выполнить норматив мастера спорта. И очень жаль, что, наверное, не хватило нескольких секунд или метров до того, чтобы он остался жив. Субтитры создавал DimaTorzok